хорошо так ну что ж запись есть мдк 41 топ-д технологии освоения профессиональной деятельности электромонтера сцб и жад устрой системы сцб и жад и на повестке дня у нас как и было обещано теперь третий тренажер в нашем с вами теме станционные рельсовые цепи стреля дсш называется этот тренажер отказы типа короткое замыкание предлагаю начать поиск этого отказа 345 человек у нас на паре присутствует на чуть попозже отмечу может быть кто-то имеет проблемы с подключением к нашему зума так поехали выполнить не так как тренажер наш запущен 11 секция снова 11 сп у нас с вами на пульте лдс погорит красным цветом что же делать как же быть некие пояснения кому надо тут прочитают напомню что у нас питающий конец ближе к посту и c конец а конец b находится чуть подальше справа от поставится далее наш сами электромеханик стоит рядом с постом и c и не знает куда же ему пойти для того чтобы наш электромеханик сориентировался куда ему двигаться что нам кто нам будет помогать наверное нам будет помогать так как там у меня правильно показ диаграмма на экране есть ваш включен а то вдруг не то окошко выбрал молчат диаграмма на экране да и хорошо поехали и так что же нам гласит диаграмма а диаграмма у нас придумана господина вяткиным абсолютно для всех отказов одна и та же то есть первое дело все равно предлагает нам этот самый разработчик диаграммы осмотреть состояние секторов роли дэша для начала не чтобы не забыть решает когда этот самый решим собрался решать это сегодняшнее число 25 01 21 1 отказ по привычке наверно решу их 2 итак первое действие которое необходимо выполнить проверить положение секторов роли асп и бсп так ну что ж перешли к тренажер где у нас находится реле конечно же на релейным стативе поэтому заходим на пост c заходим на релейный статив здравствуйте релейный статив покажите к нам пожалуйста положение секторов роли асп и бсп пожалуйста тренажер нам информацию выдает реле асп и бсп опущены оба или так ну что диаграмма помогаем дальше и так если у меня оба роли без тока то что сделает предлагает нам сделать диаграмма это измерить напряжение в схеме питающего конца ибо если будет неисправим питающий конец то естественно на сами оба путевых роли будут находиться без ток давайте измерим покидаем наш с вами релейный статив назад снова назад нам дорога на кругу и зря это сделал так измерить напряжение в схеме питающего конца не на кроссе там было просто измерить на питающем конце схеме питающего конца работа напряжение в пределах нормативных значений во всех контрольных точках схемы так на питающем конце напишу на всякий случай пост чтобы было понятно где его на посту в норме о чем это говорит еще раз вам подсказываю что если напряжение вас на питающем конце в норме это говорит на самом деле о многом это автоматически говорит о том что не только вас вот где-то здесь в этом месте на блоке bpk нормальное напряжение на входе на выходе но и это еще и гарантирует вам что у вас вот это вот вся цепь которую я сейчас мышкой показывают то есть это кабель питающего конца это дополнительная обмотка дрожь и трансформатор это муфта питающего конца разветвительные они у нас в норме вот эта вся цепь исправна если вы здесь где-то был обрыв у нас с вами бы в норме мы бы не получили из-за раз потери колебательного контура который у нас образует дополнительная обмотка l2 и c2 у нас напряжение бы снизилось и так здесь у нас все нормально что же нам подскажет в этом случае диаграмма диаграмма подсказывает и так если у нас норма нам говорят переходите к на циферку 2 где-то есть циферка 2 это уже на поле у нас что предлагает цифра 2 у нас делить сделать измерить напряжение на рельсах питающего конца почему именно на рельсах питающего конца я думаю вам понятно потому что я подсказал вам что питающий конец находится к посту ЭЦ ближе тот который ближе к тому мы подходим для того чтобы проверить напряжение в этой точке так ну что ж было бы у нас какой-нибудь другой конец наверняка бы диаграмму немножко стоило бы перестроить потому что зачем ходить куда-то там другое место если более близкой вот это поэтому эта диаграмма на самом деле будет не для всех рельсовых цепей вот иметь смысл а наверно только для той которую мы с вами сейчас видим что касается переходов от концов так ну что ж надеваем желтуху выходим на поле что необходимо сделать измерить напряжение на рельсах питающего конца теперь уже на рельсах так давайте выйдем так назад снова назад снова назад я там сделал одно лишнее действие за счет этого там датчик времени сегодня включил чтобы он у нас там что-нибудь показывал как у нас продвигается вот он сидит и этом 8 минут нас прошло что-то показывает и я перемещаюсь на питающий конец вот у нас питающий конец там не так много аппаратуры в частности там стоит дроссель трансформатор там находится еще один элемент рельсовой цепи изолирующий спик там находится просто дроссельные перемычки собственно это все что там есть так я выбрал работа перешел здравствуйте питающий конец и так что нам необходимо было сделать измерить напряжение на рельсах питающего конца так измерения напряжения сигнального тока вроде она работа где хочу мерить на смежной или на данный на данный выбрал на данные рельсовой цепи работа напряжение пониже на меньше нормы отмечаю в себе это действие у нас пока они живу ну а дальше надо смотреть что предлагает нам наша диаграмма может быть параллельно и будем понимать из-за чего такие предложения разработчик диаграммы вам предложил итак у нас с вами занижены что предлагает сделать диаграмма измерить напряжение в смежной рельсовой цепи как думаете для чего нам напряжение в смежной рельсовой цепи раз желание думать нет или пока думается плохо то на самом деле ответ то простой если у нас с вами произойдет пробой изолирующего стыка что мы с вами получим а мы с вами получим сообщение двух рельсовых цепей что при этом у нас сами будет происходить у нас сами будут напряжение обе стороны застыков у нас какие противоположные противофазе они подаются у нас сами так называемые очередование полярности никто не отменял поэтому что будет происходить напряжение будет в двух соседних рельсовых цепях снижаться то есть одним из вариантов снижения напряжения является нарушение изолирующего стыка оказывается это достаточно легко проверить взять просто измерить напряжение в соседней рельсовой цепи если и там будет занижена то это о чем говорит о том что у нас с вами неисправен и застык пошли мерить так здесь мы померили сказали что занижена об смежной работа напряжение в пределах нормативных значений какой вот мы из этого с вами делаем и застык на питающего конце у нас исправен и застык отрицательный результат тоже результат давайте посмотрим что он предложит дальше наша с вами диаграмма так где у нас есть и так так у нас что с вами там занижена напряжение смежной рельсовой цепи норма что предлагает наша диаграмма измерить ток в рельсовой линии какой у нас с вами высокий или маленький высокий ток будет говорить о чем о том что у нас с вами где-то короткое замыкание в цепи ну а маленький будет говорить о том что у нас с вами или обрыв или увеличение сопротивления ну либо как вариант это то что все исправно просто напряжение у нас с вами где-то до этой точки упала раньше так ну что ж пошли проверять ток в рельсовой линии от читаю внимательней измерить ток в рельсовой линии именно измерить а не идти и измерять как я вам говорю что у нас с вами появляются когда мы находимся на питающем или на релейных концах еще новые две проверки это измерение напряжения идти измерять и измерять ток идти измерять данном случае никуда и кино просто здесь померить наложить его около где там дроссельных перемычек наших подключенных так измеряю так назад где у нас это самое измерение тока проверка искателем протекания сигнального тока по рельсам вроде она работа сигнальный ток в рельсах выше нормы о чем говорит нам то что он выше нормы то что я вам только что недавно подсказывал это будет указывать на то что у нас с вами где-то короткое замыкание ток высшие нормы получили результат если у нас ток высокий что предлагает нам делать дальше разработчик этой диаграммы проверить ток в рельсовой линии на стрелке почему именно на стрелке дело в том что наибольшее количество элементов которые могли бы привести короткому замыканию рельсовой цепи у нас находится на стрелке это различная изоляция изоляция гарнитуры изоляция сережек контрольных тяг рабочих связной тяги именно поэтому предлагаю я вам идти на стрелку и там уже соответственно проводить проверки как диаграмма странно как будто отрезан ну ладно что-то видать так и думаю до конца и не довел так ну что давайте переместимся к стрелке и посмотрим что там что нужно делать так проверяем топ-рельсовой линии на стрелке в этих пойдем проверять только рельсовой линии на стрелке так переходим на gastron people работ переход на другие места работ в данном случае именно перехода не идти и измерять то поскольку я потрачу на это слишком много времени. Если на стрелке потом будет уже маленькая, тогда я буду знать, что это где-то короткое замыкание до стрелки. Сначала просто до нее пройду. Так, ну а в реальной жизни вы, конечно, можете что делать? Идти и там несколько раз ткнуть, на всякий случай проверять, что у вас короткое замыкание не находится до самой стрелки. Так, перехожу на стрелку. Вот у нас стрелка. Вперед. Далее, что мне предлагают проверить? Проверка искателем протекания сигнального тока. Как нам предлагают проверять, как вы хотите по ответвлению А или по ответвлению В пойти? Ну, ответвление А это прямая линия, ответвление В это вот туда вниз пойти. Как и звоните? По В. Хорошо, давайте по В. Первое предложение поступившее решил так и сделать. Работа. Наш с вами человечек идет. У него выше нормы, выше нормы, выше нормы, выше нормы, выше нормы, выше нормы. Выше, 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 все еще выше. Пошел он куда-то в сторону. В. Опачки. И что там мне там написали? Написали следующее. После проследования крестовины значение тока в рельсах резко уменьшилось. Что это означает в жизни? Что наш с вами человечек с индикатором тока зашел за место короткого замыкания. Что у нас на этой точке, где он сейчас находится, имеется? Это стрелочный соединитель получается здесь. Ну, вот и за стеки здесь стоят. То есть, соответственно, в данном случае, на что мы с вами грешим, что скорее всего в данном случае, ну, где-то он на этом, на стрелочном соединителе, да, у нас получилось, прошел его и резко ток упал. То есть, соответственно, за короткое замыкание зашел. То есть, я грешу в данном случае здесь на что? На то, что у нас с вами короткое замыкание через стрелочный соединитель. Вот здесь он с одним рельсом связан, а вот здесь каким-то образом получил связь со вторым рельсом. Из-за чего наш с вами сигнальный ток и закоротился. Давайте проверим мое предположение. Для этого мы с вами нажимаем. Дальше идти смысла нет. Вперед человечку, поэтому я нажимаю назад. Далее. Назад. И начинаю проверять тот самый элемент, который у меня вызывает подозрение. Это проверка исправности элементов стрелки. Какой элемент стрелки меня интересует, я подсказал. Вот этот вот стрелочный соединитель. Работа. Кого хочу проверить? Стрелочные соединители. Работа. Стрелочные соединители исправны. Так. Где-то у нас с вами действие какое-то я пропустил. Так. При заходе на крестовину ток. Следующее действие, которое я сделал. Соединитель. Или их два обычно. В норме. По крайней мере, при тратяге постоянного тока. И в переменном тоже будет два. Так. Следующее. На кого я грешил, если помните. Это на изолирующий стык. То есть, вот это место, что где-то здесь короткое замыкание застыкает. Из-за этого, пройдя вот после этой точки, у меня короткое замыкание. Ток больше не протекает. И из-за этого короткое замыкание исчезает. То есть, ток снижается. Не исчезает короткое замыкание. Изолирующие стыки. Работа. Да. Действительно, отказ обнаружен. Это короткое замыкание изолирующего стыка. Это мы все. Отказ обычно обозначаю. Ну, вот такой вот здесь отказ. По обычаю, наверное, если возражать вы не будете, я найду два отказа. После чего предоставлю вам возможность поискать отказы самостоятельно. Давайте отметим, кто у нас на уроке присутствует. Целых шесть человек удалось меня заарканить к себе. Это Ротфус. Одна штука. Так, это Пономарев. Где-то вначале уже отметил. Это Контурина. Так, это Шунаев. Это Дениженко. Сычев. Проверяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И я седьмой. Решаю второй. Или хотите больше сами порешать? Ну, молча. В таком случае решаю еще одну задачку. Второй отказ. Вот эту карточку где искать, которую вы делали, где найти, чтобы самим делать? Карточку где искать? Диаграмму поиска отказов? Да. В Google классе у вас должны быть ссылки. Если уж так заблудился господин Ротфус, давайте его подскажем. Где же искать? Если он вчера настраивал машину, то, наверное, и попадались ему ссылки, в том числе. Первый самый мой пост. Здесь у вас как выглядит? Ссылка на инструкцию по установке. Ссылка на виртуальную машину. Так, где же наша ссылка на диаграмму? Папка с диаграммами для поиска отказов. Самая нижняя. Работает? Да. Замечательно. Но для тех, кто не Ротфус, пытаюсь решить второй раз. Так, где там наш? Второй отказ. Так, ну поехали. Итак, что нам подсказывает наша диаграмма? Кстати говоря, времени мне вроде хватило. Я плохо вижу здесь, потому что на экран все не входит. На ноутбуке растянутый экран. Поэтому синяя полоска сильно в глаза мне не бросилась. Зашкалила она в красный или нет? Ну, скорее всего, в данном случае не зашкалила. Так, итак. Наша диаграмма, что гласит первое действие, какое необходимо сделать? Проверить состояние секторов у руля ДСШ. Ну, давайте уже поменьше буду здесь болтать. Сделаю первые эти измерения. Наверняка все будет то же самое. Проверка положения секторов. АСП и БСП опущены. Далее, что нам предлагают сделать в диаграмме, это измерить напряжение на питающем конце статива ролейного. Так, давайте измерим напряжение на питающем конце, работа напряжения в пределах формативных значений. Замечательно. Данные вот эти у меня повторились. Так, следующее действие, которое диаграмма нам подсказывает, это переход по цифре 2. Цифра 2, вот она, измерить напряжение на рельсах питающего конца. Переходим на рельсы. Одеваем сигнальный жилет. Так, напольные устройства, питающий конец, вот он, работа. Так, что там мне предлагают сделать? Измерить напряжение на рельсах, ой, питающего, конечно же, конца. Так, измерить напряжение сигнального тока. Так, где мерить будем? На рельсах данной рельсовой цепи. Работа напряжения понижена, оно меньше нормы. То же самое, как и было в прошлый раз. Есть возможность скопировать. Так, далее, что нам предлагает по диаграмме сделать алгоритм, если занижено, измерить напряжение в соседней рельсовой цепи, тем самым проверить исправность изолирующего стыка. Давайте проверим. Так, на рельсах смежной рельсовой цепи, работа, напряжение в пределах, формативное значение. И снова то же самое. Застык у нас с вами, питающего конца, исправен. Так, диаграмма, помогай дальше. Если я правильно помню, сейчас нам предложат измерить ток в рельсовой линии. Если норма соседней, то измерить ток в рельсовой линии. Измеряю. Так, где у нас тут измерение тока? Вот оно, в самом верху. Работа. Сигнальный ток в рельсах выше нормы. Так, 5 повторяется. Пока все одинаково. Следующее действие, которое предлагает нам наша диаграмма, это измерять напряжение, измерять ток на стрелке. Давайте для разнообразия сейчас по цепи А пойдем. То есть в сторону ответвления А по прямому пути. Так, сначала переходим на стрелку. Так, переход на другие места работ. Решили, куда хочу попасть на стрелку. Так, вот она стрелка около меня. И что я хочу сделать? Проверять искателем протекания сигнального тока. Ну и, как уже сказал, давайте для разнообразия в сторону конца А пойдем. Итак, ток выше нормы, ток выше нормы, ток выше нормы. Опачки. Написано, после проследования фундаментного угольника значение тока резко уменьшилось. О чем это говорит? Что у нас с вами? За фундаментным угольником дальше ток резко снизился. То есть у меня что получается? Короткое замыкание через изоляцию гарнитуры стрелочного электропривода. Мне необходимо проверять изоляцию вот этого вот гарнитура. Давайте проверять мое предположение. Так, что у нас где это находится? Осмотр не то. Проверка исправности элементов стрелки. Какой элемент меня интересует? Изоляция. Изоляция чего? Угольников от рельсов. Вот они. Фундаментные угольники. Их я собираюсь проверить. Ну, в данном случае даже я знаю какого угольника. Вот этого угольника буду проверять, который справа находится. Работа. Совершенно верно. Пробой изоляции. Фундаментного угольника. Так. Вопреки тому, что оба отказа у меня получились, где на стрелке у вас короткие замыкания могут быть не обязательно здесь. Они могут быть и в других местах. Поэтому будьте внимательны. У вас диаграмма может завести и в другие места. Так, что я здесь собирался написать? Это. Ну, гарнитура напишу. Вот такая вот штука. То есть, в принципе... Так, что там у нас, кстати, по цвету-то? Сейчас можно вниз немножко опуститься, посмотреть. Ну, вот видите, 24 минуты потратил. Синим нахожусь. То есть, все еще могу на оценку 5 попретендовать. Ну, как показывает практика, здесь тоже все отказы по моей диаграмме чисто на 5 найти не удается. Какие-то есть отказы, где, если действовать чисто по диаграмме, то ничего не получится. То есть, в красном немножко заскакиваете. Поэтому оценка может 4 получаться. Вопросики. Ну, раз вопросов нет, то можно переходить к поиску отказов. Если кто-то хочет поискать отказы самостоятельно, через свой мобильник, через Zoom, могу дать вам управление. Кому передать управление? Кто желает искать отказы через Zoom? Никто не желает. Ну, не желаете, так не желаете. Кстати говоря, у нас кто-то выпал из нашей обоймы. Это у нас госпожа Конторина. Увидела, что ее отметили. Решила, для чего дальше мне находиться. Ну, еще раз предлагаю, кто желает решать, находить отказы через Zoom на моем компьютере по удаленному доступу. Ну, надумайте говорить, будут вопросы, задавайте. Я здесь, через 10 минут придется мне перезагрузить Zoom, потому что нам уже написали, что время скоро кончится. Останавливаю запись, потом ее выложу для тех, кто желает посмотреть. Ну, а у нас с вами... Ой, не точно, выключил. Это же не запись. Так, дополнительно... ... Продолжение следует...